Дорогие друзья, я приветствую вас во имя Иисуса Христа, Тот, Который пришел с неба на землю, прожил человеческую жизнь, умер за наши грехи и воскрес для нашего оправдания. Мы имеем оправдание не через то, что мы хорошее сделали и наши плохие поступки покрылись, а через то, что кровь Иисуса была пролита за наши грехи, и кто-то пострадал вместо нас, и это Иисус Христос. И теперь, через это, веруя в это, мы имеем вечную жизнь, мы имеем благодать, мы имеем будущее. И будущее не просто какое-нибудь, а прекрасное, настоящее будущее. Мы имеем радость. Аллилуйя. Я вот перед тем, как буду проповедовать, я хотел бы поприветствовать всех телезрителей, которые сейчас смотрят нас или будут смотреть записи. Я вам хотел бы сказать, что давайте обратим на некоторые вещи в большое внимание акцент, которые находятся в нашей жизни. Мы счастливые люди. Послушайте, никогда не считайте себя неполноценным или недостойным или несчастным. Дьявол умеет из счастливого человека сделать несчастного через мышление. Ева, находясь в раю, имея любящего мужа, любящего Бога. Слушайте, недостатков у Евы не было, даже если бы вы смотрели под микроскопом или даже под телескопом. Вы бы не нашли у Евы никакого-то недостатка, в чем бы она могла бы жаловаться. Но сатана создал у нее такую вакуум, и он ей навязал мысль о том, что она несчастна. Друзья, мы, может быть, не имеем всех желаний, исполнившимися в нашей жизни, но если мы имеем веру в Иисуса Христа, вы не представляете, насколько вы счастливый человек, насколько вы богатейший человек, насколько вы полноценный человек. И я хочу сказать к вам, если вы выбрали Иисуса Христа, держитесь Его до конца, потому что Библия говорит, что вор пришел украсть, он пришел убить и погубить. Вы не думайте, что он за кем-то другим пришел, он пришел именно за вами, за вами. Вы не думайте, что он где-то ворует. Знаете, мы вот смотрим, если по новостям, там ограбили, там ограбили, мы думаем, да, надо же, как не повезло людям, грабят их. Послушайте, он приходит к каждому человеку. У него зарегистрирована каждая душа, которая родилась в Царство Божье, которая живет на этой земле. У дьявола есть своя регистрация. Его задача – повредить жизнь абсолютно каждого человека. Но мы имеем Бога, который нас охраняет, не только в физическом мире, но и в духовном. Поэтому мы живы. Сколько раз мы могли бы погибнуть, но не погибли. Бог хранит нас. Но наша ответственность – держаться за Иисуса Христа, верить в Него и выбирать Его. Послушайте, Иисус Христос должен стать вашим выбором. Он не будет себя навязывать вам. Он вам предложит любые другие религии. То есть не то, что Он предложит. Вам будут предлагать другие религии в этом мире. И от вас только зависит, что вы выберете. И я вам хочу сказать, что если вы выбрали веру в Иисуса Христа, у вас есть будущее. У вас есть хорошее настоящее. И у вас есть прекрасное будущее. Потому что Иисус сказал, я есть путь и истина и жизнь. Никто не заявил таких фраз. Никто такие слова никогда не говорил. Мы не слышали, чтобы кто-то говорил такое. А Иисус говорил. Поэтому если ты выбрал Иисуса, и ты богатый человек, а богатых всегда хотят опокрасть, слушайте, не будьте глупенькими верующими. Почему я говорю глупенькими? Потому что Иисус говорил о глупеньких верующих. Он говорил, было пять умненьких и пять глупеньких. Глупенькие в чем заключались? Они думали, халява. Само по себе все. Я верю, я верующий, и все будет хорошо. Нет, надо было запасаться маслом. Надо было иметь общение со Святым Духом. Но они этого не делали. И когда пришло испытание, оказалось, что они слабые. Оказалось, что они не готовы. Оказалось, что их застали. Их ситуация, происшествие застала врасплох. Слушайте, как мы не любим, когда кто-то нас застает врасплох. Мы не готовы, и какая-то ситуация приходит в нашу жизнь. Нет, поэтому сегодня ты слышишь Слово Божье. И вот я хочу сказать, почему у нас построено служение, воскресное собрание. Именно таким образом мы приходим, промаливаем обстановку. Поэтому мы начинаем с хвалы. Мы не начинаем с проповедь, мы не начинаем с нужд. Мы начинаем с хвалы. Где мы громким голосом поем Господу о том, что у нас есть вера в Тебя. Что Ты нам поможешь в океане, когда мы будем ходить по Нему. Когда нас будут устрашать волны и ветер. Ты, Господь, с нами. Мы это исповедуем. Мы говорим в песнях, что мы любим Бога. Что мы доверяем Ему. Что Он прекрасен. Что Он никогда нас не подводил. Ни в какой ситуации Он всегда был рядом. Мы выражаем Нему. Мы опустошаем себя. И в этом есть общение с Богом. Когда мы опустошили себя. Третий шаг какой? Мы слушаем Его слова. Будет звучать одна проповедь. Но для каждого будет звучать особенное слово. От Бога. Потому что вы с Ним уже вошли в общение. В контакт. Вы вошли с Ним уже. Вы пришли сюда с настроем. Что вы от Господа обязательно что-то получите. Вы не уйдете. Даже если пастор здесь будет мычать. Вы получите от Господа такое сокровище. Такую благодать. Я вам говорю серьезно. Если я впереди буду стоять и мычать. Буду что-нибудь говорить не то. Вы получите то, что вы искали. Обязательно. Поэтому наше собрание. Оно построено по прототипу молитвы «Отче наш». Где мы не начинаем с нужд. Мы начинаем с хвалы. Мы воспеваем Бога. Бог, Ты велик. Отец нас, живущий на небесах. Да святится Твое имя. Мы восхваляем Его. Мы прославляем Его. Мы говорим о Его Царстве. Мы не говорим о себе. Мы говорим о Нем. Он в центре нас. И потом мы говорим. Хлеб наш насущный. Дай нам на сей день. Духовный хлеб. Физический хлеб. Открой нам свое слово. Потому что духовное важнее материального и физического. Оно важнее. Потому что все видимое временно, а невидимое вечно. Аллилуйя. Поэтому выбирайте Иисуса Христа. Это ваш выбор. Вы не думайте, что Он будет бегать за вами. Он не будет бегать за вами. За вами будет бегать вор. Чтобы вас украсть, убить вас и погубить в аду. И многих верующих Ему удалось туда привезти. Вы скажете, это не правда. Это правда. Это правда. И Библия говорит. Иисус многим верующим скажет. Отойдите от Меня. Никогда не знал вас. Это не будут неверующие. Это будут верующие люди. Поэтому проверьте себя. Знает ли вас Бог? Знает ли Он вас по имени? То, что вы верите, это одно. Это вам кажется, что вы верите. А знает ли вас Бог? Сможет ли Он засвидетельствовать о вас? Сможет ли Он сказать, я знаю Его? Это мой сын. Это моя дочь. Или Он скажет, отойдите от Меня. Он не признается к вам и скажет, я никогда не знал вас. Никогда не знал вас. А что эти люди в ответ отвечать будут? Они говорят, как? Мы твоим именем, мы то. Он говорит, я не знаю вас. Точка. Поэтому сегодня важно навести порядок. Если вы сомневаетесь, что вас Бог знает по имени, если Он за вас заступится, если Он вас перед Отцом представит, скажет Отец Богу, Он скажет, что вот это мои люди, проходите. Вот наша награда. Аллилуйя. Проверяйте. Итак, тема проповеди будет называться «Действия Божьей благодати». Друзья, я не хочу, чтобы мы программировали себя на смерть. Давайте переключимся. Особенно те, кто ждут восхищения церкви, да, когда Иисус придет восхитить свою невесту. Я не хочу, чтобы мы программировали свое внутреннее состояние, свое мозг, свое сердце. Быстрей бы конец, быстрей бы конец, быстрей бы конец. Я хочу, чтобы мы сегодня перестроились, чтобы мы запрограммировали себя на долгую жизнь. Программируйте себя на долгую жизнь. Еще раз повторю. Программируйте себя. Это специально должно. Целенаправленно. Долгая жизнь. Харри. Долгая жизнь. Объясняю почему. Представьте, допустим, в этом году, в следующем году, через два года, мы не знаем когда, в Библии это сказано, что никто не знает, придет Иисус и восхитит свою церковь. Он придет, не опустится на землю, он остановится в воздухе, на средине Господа, это означает в воздухе, и мы поднимемся к нему на облака. И это будет свадьба, брак Агнца и невесты, как по книге Откровения говорится. Будет свадьба между Богом и церковью. Эта свадьба будет длиться семь лет. Мы будем восхищены на небеса и будем с Иисусом семь лет. Мы не будем в вечность, мы будем в вечность с Ним, но есть этапы. Мы будем с Ним, те, кто будут восхищены, надеюсь, это мы с вами, хотелось бы очень. Семь лет мы проводим с Иисусом на небесах, у нас там брак Агнца и церкви, свадьба, радость великая и так далее, торжество. На земле великий хаос, на земле, прежде чем придет новый мировой порядок, мне было открыто, что придет новый мировой беспорядок. Будет беспорядок. Прежде чем наведет Антихрист порядок, и его все признают и поклонятся и скажут, да, ты наш президент, ты наш там чуть ли не мессия, он тайно создаст беспорядок на всей земле. А это не очень сложно сделать. Отрубите интернет, просто выключите и все. Неважно, мы не будем гадать, как, это не наше дело, мы не знаем, как это точно будет. Значит, будет беспорядок, придет Антихрист, в это время, когда мы будем на небесах с Иисусом праздновать, семь лет, запомните, семь лет, здесь будет семь лет правления Антихриста. Он будет ужасно издеваться над людьми, забирая у них свободу выбора, свободу воли. Там написано в Библии, что будет положено начертание или на руку вот это чипы, да, вот это микросхемы, в которых есть вот этот код, три шестерки, шесть, 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 вот. И сейчас это уже вводится, и деньги уже переводятся с чипа на телефон, на счет, то есть это то, что две тысячи лет назад уже Иисус предсказывал, Иоанн говорил это все, книги Откровения. Сегодня это уже входит в обиход, то есть время близко. Время, и Библия говорит, что не было такого ужасного времени на земле еще, как будет в те дни, когда будет Антихрист. Это дьявол в человеческом обличье. Это будут великие страдания, это будут великие гонения, те, кто не захотят поклониться Антихристу. Отобрана будет всякая человечность, то есть будут биороботы, людям будут навязывать эти чипы. И если ты не поставишь чип, это будет равносильно тому, что ты идешь против правительства и так далее. Тебе нужно будет это сделать, если ты хочешь жить дальше, тебе нужно будет покупать, как сегодня мы делаем. Мы покупаем, мы ходим и так далее, мы используем деньги. Если вы не примете это начертание на руку или на лоб, то вы не сможете жить. Это будет ужасное время, и все другие, написано, что не было на земле еще такого ужасного времени, как будет в те дни. Итак, на небесах 7 лет церковь с Иисусом Христом в радости, в великая радость, в великое веселье. Наконец-то, наконец-то мы воссоединились со Христом. Мы верили, мы теперь видим, мы в реальности с Ним. Здесь хаос полный, беспорядок, но я всего лишь 7 лет. Через 7 лет, после восхищения церкви, где правит Антихрист на земле, Иисус приходит второй раз. Второе пришествие, не восхищение, второе пришествие, и написано, он придет со святыми, с церковью. И установит тысячелетнее царство. Почему я говорю вам, вы планируете жить долго на земле? Потому что, если вы с Иисусом, вас ждет уникальное будущее и очень долгая жизнь, и очень интересная жизнь. Поэтому вам вера нужна, как никогда раньше. Вам нужно верить, потому что умом вы никогда не придете к Богу. Вы никогда не поймете Его путей. Это нужно все принимать верою через откровение Слова Божьего. Поэтому программируйте себя на долгую жизнь. Не программируйте себя, ой, быстрее бы Иисус пришел и забрал бы меня от проблем. Господь тебе дает веру, чтобы ты побеждал проблемы. Он специально учеников посылал в бурю, когда была буря на море. Он говорил, садитесь в лодку и плывите. И мы читаем, вдруг ветер противный, сильный ветер, большие волны. Зачем Иисусу это делать? Он что, не знал заранее? Так он специально создал эти условия, чтобы оттренировать в них веру. Как вера появится, если ты сидишь ровно на стуле в теплом помещении? Как у тебя вырастет вера? Абсолютно никак. Я тебе скажу. Может быть, это будет для тебя странно звучать. У тебя даже без дьявола никогда бы не выросла вера. Вот почему Бог не убирает его с земли. Вот почему написано, что он противник. Он противник. Он идет, он как враг душ человеческих. И тебе нужно, тебе необходимо вырабатывать веру. Потому что ты можешь противостоять этой невидимой личности, личности смерти. Только верою. По-другому ты не можешь противостоять. Верую в Господа Иисуса Христа и в Слово Его. Поэтому тебе нужна вера. Поэтому эти проповеди, эта передача, как называется, вера в действие, она и названа изначально, закодирована вера в действие. То есть вера всегда должна быть активна в нашей жизни. Итак, сегодня мы будем говорить о благодати. Что такое благодать? Многие верующие как бы понимают, что такое благодать, но не до конца. Понимают, что это что-то, что нельзя купить. Да, это нельзя купить. Но до конца не понимают, что такое благодать. Благодать – это сверхъестественная способность. Это то, что ты сам не можешь сделать. Но верою ты можешь это принимать. Итак, это сверхъестественная способность Святого Духа. Ни одно чудо не было сделано Иисусом без участия благодати, без участия Святого Духа. Поэтому мы видим, мы видим как бы двух, две жизни Иисуса в Евангелии. До того, как на Него сошел Дух Святой и после того, как на Него сошел Святой Дух. Мы видим, что Иисус был рожден, ангелы пели, пророчества были, ну никаких чудес, ничего не было, влияния не было, ничего не было. И когда мы видим, что Иисус крестился в 30 лет, Он крестился от Иоанна, написано, что на Него сошел Дух Святой. И когда Дух Святой сошел, Дух Святой его дальше вел и руководил им. И написано, что когда Иисус возвратился из пустыни, да, в силе Святого Духа, Он вошел в храм, в синагогу, да, и Он там взял место Писания и прочитал. Смотрите, Ему подали книгу. Думаю, ангелы, наверное, подали книгу через людей. И именно Он нашел место, где говорится о Нем. Пророчество. И Он сказал, Дух Господен на мне, ибо Он помазал меня. Вот что такое действие благодати. Это когда не ты своими талантами, силами служишь Богу и потеешь. Если ты потеешь, это не Святой Дух. Ну, я говорю образно, да, если ты там вдруг вспотел и думаешь, что ты там проигнорировал Святого Духа. Человек может потеть, когда проповедует, это неважно. Я говорю о том, что есть человеческие усилия. Человек своими, знаете, эмоциями, своими талантами хочет послужить Богу. И я скажу. Это называется Измаил. Духовно, да, в кавычках. Это Измаил. Это то, что от Авраама произошло само. А то, что было обещано от Бога, это Исаак. И Бог говорил, в нем наречется, в нем благословятся, в его семени благословятся все племена земные. Указывая через него на Христа. И так мы видим, Авраам, когда он попытался исполнить обещание Божье, естественным путем, Бог это не принял. И потом он сказал, изгони рабу и сына ее. И потом он сказал, когда уже родился Исаак, Бог сказал Аврааму, принеси мне своего сына в жертву. Принеси мне своего сына, единственного. Я не понял, Бог что, считать не умеет или что? Если у Авраама есть уже сын. Родился второй сын. И Бог говорит, принеси мне в жертву сына своего, единственного. Это говорит о том, что Бог признает только то, что изошло от него. То, что посредством Святого Духа родилось. Это он признает. Другое он не признает. Так же, как и жертва двух братьев. Каина Авеля. Бог признает жертву Авеля, потому что он был послушен слову. Там была пролита кровь невинная, да, овечки, агнца. А у Каина был бунт. Зачем Богу от проклятой земли плоды вот эти картошка, мартошка и кукушка? Ему это не надо. Ему надо именно невинная жертва. Прообраз Иисуса Христа. И почему Бог конкретно одну жертву выбирает, подарок одного человека выбирает, другого нет. Вот как Бог относится. Он не говорит, ну ладно, ты же старался. Давайте представим себе, что Каин старался. Он работал в пути лица. Ну это проклятие. Бог сказал Адаму, за то, что ты послушал голоса жены своей. Знаете, не просто, о, жену нельзя теперь слушаться. Нет. Он объяснил, какого голоса. Что это уже не жена была. Это уже была грешная душа. Это уже была отравленная душа. Он сказал, за то, что ты послушал голоса жены своей и ел от плода, от дерева, от которого я тебе сказал, не ешь. Вот она в чем разница. Знаете, теперь многие могут сказать, жен не надо вообще слушать. Жены тебя могут наказать, если не будешь слушаться. Здесь говорится о грехе. Если тебя жена склоняет к греху, ты имеешь четкое убеждение от Бога. И она тебе говорит, вот, например, как жена Иова. Она была жена, самый близкий человек. Дьявол у Иова забрал все. Бизнес забрал, детей забрал. Атаковал его страшной, самой страшной болезнью, кожа. Да? Кожа за кожу. Знаешь, человек все отдаст. Я его сказал. А жену не тронул. Вот дьявол хитрый. А жену не тронул. А почему дьявол не тронул жену Иова? Потому что он через нее действовал. Потому что он пришел убить Иова. Он попытался через детей. Если детей отберу, он похулит Бога. Дети самое дорогое. Не похулил. Бизнес отберу. Деньги отберу от него. Все за деньги человек полностью растеряется. Он точно похулит Бога. Проклянет его. Не проклял. Даже поражу его тело страшной проказой. Полностью все тело. Он сидел, чесался. И он не проклял Бога. Он говорит, какой-то крепкий орешек. Во, как я придет. Через женщину. У него же есть опыт через женщину приходить. И смотрите, жену не тронул вообще. Она была в порядке. Но она, конечно, была расстроена. Не то слово расстроена. Все дети умерли. И она приходит к Иову и говорит, слушай, дорогой, я терпеть такое больше не буду. Это точно не Бог. Такого Бога надо похулить. Его надо обозвать. Надо выругаться. Надо выплеснуть в адрес Бога все, что только можно. За все зло, которое он нам нанес, сделал в нашей семье. И когда ты это все сделал, она прямо цитировала по пунктам, что надо ему сделать. Она говорит, похули Богу и умри. Два пункта. Похули Бога, он запомнил и умри. И ему надо было принять решение, будет он это делать или нет. Вот почему дьявол не тронул жену Иова. Что он через нее действовал? Будьте осторожны. Также, с женой будьте осторожны. Дьявол также приходит и через мужчин. И многие говорят, куда пошла, сиди дома. Запрещают многим женам ходить в церковь. Но тоже дьявол хочет убить женщин. Поэтому есть вот эти ситуации. И Бог сказал. А что ответил Иов? Он сказал, разве мы доброе будем принимать от Бога? А испытание, то есть худое не будем принимать? И он не проклял Бога. Это испытание было. Это была арена. Это не было его в закрытом месте. На это, за этим событием, за этим происшествием наблюдал Бог, сатана и все небо. Потому что дьявол бросил Богу вызов. Он сказал. Да, тебе люди служат, потому что ты деньги им даешь. Да, ты благословил его красивой женой, детьми. А забери у него все. Посмотрим, прославит ли он тебя. Написано, что закон произошел через Моисея. А благодать через Иисуса Христа. Хочешь видеть благодать? Хочешь видеть, как нереальные случаи происходят с тобой? Чудеса происходят с тобой? Хочешь видеть славу Божию? Тебе нужна вера в Иисуса Христа. Тебе нужно общение со Святым Духом. Тебе нужно смириться. Я не говорю перед людьми выглядеть таким, знаете, таким убогим. Это не смирение. Не думайте, что это смирение. Быть нищим. Это не это смирение. Быть таким, знаете, запинали тебя. Ты такой, я такой смиренный, я такой смиренный. Нет. Смирение настоящее. Это согласие со Словом Божьим. Это когда ты не бунтуешь, а ты соглашаешься. Господь тебе говорит, и ты соглашаешься. Вот оно смирение. И поэтому Бог гордым противится. Те, которые спорят, да это невозможно. Бог, это невозможно. Уже поезд ушел. А смиренные говорят, все возможно верующим. Даже время можно отмотать назад. И было такое в истории. Хотите видеть благодать? Меняйтесь. Иногда мы думаем. Иногда мы говорим. О, Бог нас принимает такими, какие мы есть. О, Бог нас любит такие, какие мы есть. Да. Но это только часть правды. Но Он никогда не планирует, чтобы мы оставались такими, какие мы есть. Он дает благодать меняться тебе. И Он хочет, чтобы ты менялся. И вы думаете, что Бог будет рад, и что вы такие же самые остаетесь. Что никак не можете победить какой-то грех, лень, неверие. Он вам все дал для этого, чтобы победить. А вы все такие. И вы думаете, о, Бог меня любит. Бог меня любит. Нет. Он может тебя выплюнуть. Ты не думай, что ты здесь будешь слышать сахар. Сладкая Евангелие. Мы соль. Иисус сказал, я извекну тебя из уст моих. Ты не холоден, не горяч. А мы где-то взяли какую-то ложь вирусную. О, Бог тебя любит. Бог тебя любит. Бог тебя любит, когда ты пришел, потому что по-другому ты никогда и не придешь к Нему. Он согласен, чтобы ты пришел к Нему во грехах. Но тут же тебя отмывает, переодевает, дает задание и дает веру тебе, чтобы ты не оставался прежним. Тебе нельзя оставаться прежним. Поэтому тебе дается благодать Иисуса Христа. Делать Божье служение с Его силой. С той силой, которая была на Нем. Со Святым Духом. Если ты научишься взаимодействию, это опыт, это практика, то ты будешь видеть, как легко происходят чудеса. Нет ничего сложного в чудесах. Они либо возможны, и они легко идут, либо они невозможны. Не думай, что ты как-то своими усилиями чудо сделаешь. Ни одного чуда. Но если ты будешь доверять Святому Духу, Он будет производить эти чудеса. Он будет касаться людей. А мы такие говорим, а почему, а почему, а почему? Настраивайся на волну Святого Духа, как это было с Иисусом. Он взаимодействовал с небом. Он взаимодействовал со Святым Духом. И поэтому небо всегда реагировало. И не было ни одной тупиковой ситуации у Иисуса, которая бы не решилась. Потому что Он был смиренным, Он был послушным. И в этом был Его успех. Давайте мы обратимся.